Все-таки это еще не досягаемая вершина, и мягкий, и характерный, и традиционный. Привет, друзья! Сегодня представляю вашему вниманию бельгийское пиво Ублен Шюф. О пивоварне Брезери Диа Шюф я вам рассказывал в предыдущей видеодегустации, так что сразу к пиву. Ублен Шюф в переводе с французского обозначает «хмельной гном». Данный сорт был впервые спарен в 2006 году. Производитель его позиционирует как Triple Indian Pale Ale, характеризующийся гармоничным балансом между приятной фруктовостью и ярко выраженной горечью, благодаря использованию трех сортов хмеля. Это светлое, нефильтрованное пиво верхового брожения. Данный сорт – попытка соединения разных стилей в одном. Это что-то среднее между IPA в английском стиле и американском Imperial IPA, произведенное классическим бельгийским способом с дображиванием бутылки. В 2010 году этот сорт получил золотую медаль на World Beer Awards. Уже очень интересно. Содержание алкоголя в нем 9%, начальная плотность сусла 17,7%, горечь 52 единицы IBU, рекомендуемая температура подачи 4-10 градусов Цельсия. В составе у нас вода, солод ячмены, инвертный сахарный сироп, хмель и дрожжи. Бутылочка 0,33, темного стекла, коричневого, классической бельгийской формы. На этикетке нарисован гном, собирающий хмель. Контур-этикетка выглядит вот таким вот образом. Крышечка у нас закрыта акцизной маркой, но на такого салатовенького цвета. Что ж, давайте пробовать. Пиво очень светлого, такого соломенного-золотистого цвета, туманное, с активной карбонизацией, состоящей из очень мелкого размера пузырей. Пенная шапка, в свою очередь, очень устойчивая, высокая, крупнозернистая, белого цвета. Посмотрите, как это выглядит. И будем пробовать. В аромате здесь апельсин, грейпфрут, мандарин, манго, цветы. Такой легкий специевый фон, с бисквитными дрожжевыми намеками. Попробуем его на вкус. Вкус. Вначале сладковатый, такой солодовый, грейпфрутовые, цедровые и цветочные тона. Персик, манго. Далее включается кмелевая борщ, такая мягкая, травяного характера, с пикантным перечно-специевым фоном. Чувствуется присутствие кориандра, гвоздики, легкая перчинка. Баланс очень хорош. Сладость, горечь, специи. Все очень гармонично. Алкоголь почти не чувствуется. Он хорошо скрыт разнообразием вкусовой палитры. Тело среднеплотное, сливочные текстуры, достаточно питкое. Послевкусие хмелевое, интенсивное и продолжительное. На финише появляется прекрасная, такая легкая комбинация зеленого хмеля, бельгийской солодовости и дрожжевой кислинки. Резюмирую. Очень интересный сорт. Он вобрал в себя все лучшее из микса составляющих его стилей. И это сочетание очень оригинально. И в то же время органично. Здесь вы найдете и мягкий, чопорный характер классических английских IPA, и дух современных, революционных, американских IPA. И, конечно, узнаваемый профиль традиционных бельгийских трипперей. Он одновременно и мягкий, и характерный, и традиционный. С замечательным балансом. В общем, все в нем хорошо. Вот я уже не разу размышлял на эту тему. Хотелось просто определить для себя, что для меня важнее, что для меня интереснее. Хмелевая горечь, вот эта вот бельгийская уникальность. И я все-таки для себя определился. Для меня все-таки ближе к бельгийскому стиле. Я его очень люблю. Мне очень нравятся бельгийские сорта пива. Ну и, собственно, если смотреть с оглядкой на то, что сейчас производят наши крафтовые производители пива, то, конечно, охмеленные сорта, благодаря использованию дорогих американских и других сортов хмеля, они получаются очень интересные по вкусовым, ароматическим своим свойствам. А вот сварить хороший, качественный, красивый, по-бельгийски классный Эль с повторным брожением бутылки у них пока не получается. Все-таки это еще не досягаемая вершина наших крафтовых производителей. Регулярная стоимость данного сорта пива в емкости 0,33 в Украине порядка 60 гривен. И это около 2 долларов и 28 центов на американские деньги. А на этом у меня все. Пейте правильное пиво. Подписывайтесь на мой канал. Присоединяйтесь к моей группе в ВК. Ссылка внизу. Пишите комментарии, ставьте лайки. Будет интересно. Пока-пока, друзья. Are you listening? Damn. Uh.